ну и сейчас этап 2 это мы вышли на улицу где не так много посторонних раздражителей мы находимся возле дома людей не так уж много и будем собакой заниматься но предварительно естественно собака она выбегалась предварительно она справила свои нужды мы позанимались собакой в руках у меня находится мотивационный предмет для собаки мы повторяем те же самые упражнения бар сидеть лежать сидеть стоять вот что видно было и поощряем собаку молодец хорошо бросанием предмета так делаем три раза но и уже третья как бы степень дрессировки когда вы выходите на людную улицу на людную улицу сидеть на людную улицу выходите вот видите здесь движение машин люди ходят кругом и и совершенно посторонние раздражители то есть вот собака видите сидит его даже не видать сейчас далеко я так отошел то есть то есть вам посторонние люди ходят машине проезжая часть и собака дистанционно у вас начинает выполнять поставленные какие-то вами задачи выполнять какие-то команды но опять же я еще раз говорю что вы должны все это делать полную уверенность эмоциональное состояние ваше должно быть спокойно и уравновешенное если собака не выполняется ну что же отведите чуть подальше собаку то есть но давать сейчас выполнить команды лежать сидеть плохо мы с вами он просто не услышал жест увидел но не услышал я сейчас его отвожу дальше того места где он должен находиться то есть он двигался сейчас ко мне его отвел дальше так лежать сидеть стоять ко мне молодец хорошо и поощряем раскопки и и все и и по ок у Здесь автобус на нас пярился, смотрит. Вон люди ходят. Ко мне иди. Вот так вот постепенно работая над собой, над животным работая. Самое главное здесь, чтобы вы сами были в спокойном состоянии духа, умиротворения. Ваше эмоциональное состояние передается животному очень сильно. Если вы будете нервничать, срывать свою злобу, агрессию на животных, если она не выполняет у вас команды, то ни вам от этого хорошо не будет, ни животному, соответственно, хорошо не будет. А если вы главное соблюдаете вот те правила, о которых я вам говорил в начале ролика. То есть, первое, собаку выгуливаем. Сначала делаем без раздражителей, постепенно увеличиваем количество раздражителей. И в результате вы придете к тому, что вот сейчас вы видели, собственно говоря, собака. Вот вокруг него можно было ходить прям. Был бы сейчас и Рик, или были бы люди, которые посторонние, я попросил бы, чтобы они вокруг походили. И он бы даже не отреагировал, потому что у него мотивация очень сильная. Он очень заинтересован в том предмете, то есть в окончании. В результате, на что он добивался? То, что ему бросили вот эту вот веревочку всю и пожевать. Итак, друзья, с вами был канал «Я и мой хвост». Я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение. И у вас все получится. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok